Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Свет в конце тоннеля. Президент анонсировал отмену Евросоюзом виз для украинцев. Гривню по осени считают, что ждет украинскую валюту уже через несколько недель. Перестрелка в центре Николаева. Рецидивист напал на полицейских, вооружившись гранатой и обрезом. Лед тронулся. Кто из обвиняемых в страшных преступлениях торнатовцев признал свою вину? Безвизовые перспективы. Сегодня глава государства в Харькове, где в очередной раз он говорил о сроках отмены Евросоюзом виз для украинцев. Петр Порошенко открывал в городе новую станцию метро и органный зал. Так что сегодня президент и музыку послушал и в тоннель спустился. А вот что Порошенко заявил о свете в конце тоннеля безвизового, узнаем от Светланы Шекеры. За час до приезда президента вокруг новой станции метро рабочие укладывают свежий асфальт. Под землю пускают только чиновников и сотрудников подземки. Те гордо показывают новшества. Впервые люди с ограниченными возможностями смогут спускаться в метро на специальном лифте. Президент поздравляет. В Харькове это 30-я станция. Работы начинали еще в 90-е. Вначале деньги выделяло государство. Последние два года только город. Это благодаря финансовой децентрализации, отмечает Порошенко. Бюджетная децентрализация уже отбылась. Никогда не было такого, в том числе и на Харьковщине, чтобы бюджет развития значительно превышал 2 миллиарда гривен. И чтобы эти деньги опинились в распоряжении территориальных громад. И они сами выозначили те приоритеты, которые сегодня в первую очередь потребует громада. Харьковчанам президент пообещал строить еще. А всем украинцам экономический рост и безвизовый режим. Я уверен в том, что в ближайшее время Европейский Союз принимает решение уже в следующей неделе осталось до того, когда открыть безвизовый дверь объединенная Европа для украинцев. Я уверен в том, что в ближайшее время мы получаем потужную финансовую подушку для реформ. В выгляде транша Евросоюза. Обычные харьковчане, которые хотели спуститься в метро на этой станции, сделать этого не смогли. Мэр объяснил, нужно особое распоряжение. Станция для пассажиров будет открыта после того, как кабинет министров Украины примет постановление о вводе этой станции в эксплуатацию. Нам необходим сертификат. Но мэра прервал президент. Он вернулся с теми харьковчанами, кто хотел спуститься в подземку. Он сказал, что почему вас не пустили, я хотел, чтобы вы все зашли, поэтому я вышел за вами, чтобы вы все за мной поднялись и спустились в метро. Открыл сегодня Петр Порошенко и еще один объект, известный харьковский долгострой. Органный зал филармонии реконструировали долгих 10 лет. Главный дирижер растроган. Прошу прощения. Оценить акустические возможности президент смог лично. Оркестр исполнил папури из народных композиций. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности. Телеканал Интер. Харьков. За безвизовый режим Украина бьется вот уже 8 лет. И все это время нам мешает как не коррупция, так и отсутствие реформ. Как по ту сторону границы сегодня оценивают перспективы либерализации, разбиралась София Гордиенко. Она в Брюсселе. Предпоследняя неделя августа в Брюсселе политический не сезон. Но местные журналисты уже пытаются прощупать почву по поводу самых громких грядущих событий осени. И безвизовый режим Украины входит в этот список. Ведь изначально схема проста. Вы нам показываете реальные реформы. Мы открываем границы. Издание EU Observer опубликовало статью о причинах, по которым Украина пока тормозит на пути в безграничную Европу. Конечно, в первую очередь упомянули странности с системой электронного декларирования, которую как бы запустили, причем в последний день до дайна, но она почему-то оказалась неисправной. Ну и напомнили о том, что коррупция в стране, увы, имеет место быть до сих пор. Дональд Туск доложил в Твиттере, после разговора с Порошенко и Гройсманом, он позитивно настроен по поводу подготовки визовой либерализации. Эта фраза в переводе с политического языка звучит как некое ободрение, но не совсем окончательное решение. Тем более, что ни дат, ни конкретных чисел рассмотрения Советом Европы визового вопроса Туск не называет. Но когда такое решение будет принято, оно вступит в силу спустя 20 дней. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности телеканал Интер. Брюссель, Бельгия. Взлом системы электронного декларирования для чайников. Пресс-конференцию с таким названием сегодня провели нардепы Антон Герасенко и Иван Винник. Они утверждают, что, цитирую, хакеры средней руки могут запросто взломать систему. Как пример, они привели зарегистрированную декларацию одного из членов нацагентства по предвращению коррупции, Руслана Рябошапки. Там значится, что в минувшем году он получил от определенной компании 25 миллионов гривен. Нардепы утверждают, что налицо факт взлома системы, а значит, она недостаточно защищена. Мы показали, что есть ситуация, при которой любое лицо может заходить от имени другого лица, генерируя электронный ключ и показывать, что могут меняться данные за других лиц. И таким образом изменять данные в ту или иную сторону. Побоювание подтвердилось, что система не защищена, когда хакер средней руки может ее взломать. Я предлагаю обратиться к НАЗК, заблокировать сейчас полностью доступ к этой системе. Адже она де-факто мотлухом. Она де-факто система, которая компрометирует государственные украинские органы и любого человека, который может сегодня внести туда свои данные. Представитель Миранды, это компания-разработчик системы, уверяет, что это вовсе не взлом, а заново заполненная кем-то декларация. Программа пока работает в тестовом режиме и с тестовыми ключами. Когда полноценно заработают, фейковые данные не пройдут проверку перед обнародованием документов. Это не был факт взлома. Это созданная новая декларация, созданная под недействительным ключом. И при возникновении проверки она не пройдет верификацию. Внести изменения в декларацию, которая была подана через личный кабинет, с использованием действительного ключа невозможно. Мы связались с самим Русланом Рябошапкой. По телефону он заверил нас, что декларация ему не принадлежит. Все произошедшее он считает провокацией, необходимой для того, чтобы показать, что якобы система неисправна и не защищена. Рябошапка уверяет, что будет обращаться в правоохранительные органы по факту незаконного вмешательства в работу системы. Обращаться в СБУ, ГПУ и НАБУ планирует и народный депутат Сергей Каплин с целью проверки причастности самих Геращенко и Винника ко взлому системы электронного декларирования. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук. Политик утверждает, что все происходящее похоже на провокацию с целью дискредитировать систему и затянуть процесс ее полноценного запуска. Система электронного декларирования начнет полноценную свою работу с 1 сентября. Миньюз зарегистрировал соответствующее решение нацагентства по предотвращению коррупции. Таким образом, юридически система к запуску готова. Главный вопрос, успеет ли до конца лета госпецсвязь доработать программу и выдать ей сертификат безопасности. Начало затяжного падения или сезонные колебания. Доллар за последнюю неделю подорожал практически на гривню. На рынке в целом сохраняется значительная разница курса официального и реального. Что привело к падению гривни и что ждет нацвалюту осенью. Мнение экспертов собирал Ярослав Кречко. Туже и туже затягиваем пояс. Слова Элеоноры Иосифовны поневоле вырываются у каждого прохожего. За последнюю неделю доллар подорожал практически на гривню. Кто-то уже внимания на валюту не обращает. Я пенсию держу в гривне. А кто-то с опаской ждет осени. Зависимость у нас прямая от иностранной валюты. Вырастут цены, в первую очередь на топливо, на дистопливо, на продукты. Валютные колебания этой недели эксперты связывают сразу с несколькими факторами. Насыщенность банковского рынка гривней, внутренняя война НАБУ и ГПУ, политическая турбулентность в стране в целом. Да еще и спекулянты, воспользуясь моментом, даже сейчас разница в цене доллара официально и реально почти гримня. Это, по сути, маржа, которую зарабатывает теневый рынок. И не только теневому, но и банкам выгодна флуктация валюты, потому что они зарабатывают. На этом втрачают люди, которых не выдерживают нервы. Так, кто-то купит завчасно, кто-то продает много. К тому же, добавляет Александр Савченко, Нацбанк на спекулянтов практически не реагирует. А вот в НБУ, отвечая на наш запрос, падение гривни на этой неделе назвали ситуативным и не связанным с фундаментальными факторами. Достаточно оптимистичны прогнозы на осень и у экспертов. Колебаний курса не избежать, но будут они, предполагают, в пределах 25-27 гривен за доллар. Этот сценарий базируется на том, что Украина покажет хотя бы первые результаты по проведению структурных реформ. Например, все, что касается и декларирования. И это означает, что сотрудничество с международными финансовыми институциями возобновится. По словам Устенко, уже осенью Украине нужно возвращать 3 миллиарда долларов внешних кредитов. Если нового транша МВФ не будет, пострадают золотовалютные резервы страны. А с ними обесценится и гривня. Но этот вариант и падение национальной валюты до отметки 30 гривен за доллар, эксперты все же считают маловероятным. Ярослав Кличко, Сергей Килимник, подробности, телеканал Интер. МИД Украины направит ноту протеста Российской Федерации в связи с визитом Путина в аннексированный Крым. С какой целью российский президент прибыл на полуостров и какие заявления он там сделал, узнаем от Данила Русакова. В аннексированном Крыму президент России Путин не появлялся еще с марта. Тогда, как сообщал его пресс-секретарь, глава Федерации инспектировал строительство Керченского моста. Новой переправы до сих пор нет и перспективы ее возведения по-прежнему туманы. Но сегодня повод для визита на украинский полуостров совсем иной. Вернее, их сразу несколько. По данным службы протокола, Путин планирует встретиться с оккупационными властями, а также провести заседание Совета Безопасности. Его называют оперативным. Запланировано еще и посещение так называемого образовательного форума Таврида на Бакальской косе. На временно неподконтрольном Киеву полуострове глава России появился в компании премьера Медведева. И там же решил отправить в отставку министра образования. Ливанова сразу же назначили спецпредставителем по торгово-экономическим и техническим связям с Украиной. А потом прозвучали слова о дипотношениях. Мы не собираемся сворачивать все наши отношения, несмотря на нежелание сегодняшних властей в Киеве иметь полноценные дипломатические отношения на уровне послов. Напомним о возможности разрыва дипотношений между Россией и Украиной, и высказался премьер Медведев, а министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью австралийским журналистам заявил, цитирую, в России проживают миллионы украинцев, о которых мы должны заботиться. Конец цитаты. И потому дипотношение Киев разрывать с Москвой не намерен. Так называемых диверсантов, которых российская власть называет украинскими, Путин сегодня тоже вспомнил. Несостоявшийся якобы теракт он назвал основной причиной своей поездки на полуостров. Напомню, в украинском Минобороне накануне заявили, что в составе главного управления разведки никогда не было даже подразделений, в котором якобы служили задержанные в Крыму лица. А ОБСЕ призвало Москву не препятствовать допуску наблюдателей на территорию полуострова. Накануне визита Путина в Крым о судьбе полуострова говорил и посол США в Украине Джеффри Пайет. Интерпретацию событий Москвой он назвал ложью. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. Уже 28 сентября прокуратура Нидерландов сообщит о результатах расследования по сбитому на Донбассе Боингу. И официально станет известно, из какого типа оружия стреляли по самолету и, главное, с какой территории был совершен этот выстрел. Следователи также сообщают, обещают назвать модель ракеты. Напомню, ранее Совет Безопасности Нидерландов опубликовал отчет. В нем говорилось о комплексе БУК, который располагался на подконтрольной боевикам территории. Трагедия произошла летом 2014 года. Тогда в авиакатастрофе над Украиной погибли 298 пассажиров рейса MH17. Ситуация в зоне АТО остается напряженной. Обстрелы боевиков не прекращаются. Двое убитых и восемь раненых среди наших бойцов. Это только на Донецком направлении. Такого массированного обстрела, по словам военных, не было давно. Подробности ночного боя под Марьинкой узнаем у Вениамина Трубачева. Как только стемнело, начинается стрельба. На улице ни души, только видно и слышно, как летят вражеские трассирующие пули. Это линия фронта, и передвигаться можно исключительно перебежками. Прицельный огонь боевики ведут по этой позиции украинских солдат. В основном стреляют из гранатометов и пулеметов. Наши отвечают тем же. Противник начинает использовать уже тяжелое вооружение. Стреляют крупнокалиберные минометы. Снаряды падают на расстоянии нескольких десятков метров. В ход идет артиллерия, самоходные артустановки и пушки. Взрывы настолько мощные, что бетонные стены содрогаются. Это каждый день так стреляют? Через день. Через день два. Два дня. Через день так и пронятают. Хорошо видно, как снаряды противника падают в частный сектор, где живут мирные люди и нет позиции украинских военных. Загораются несколько домов. Там Маренко. Это житловые кварталы? Да, это житловые кварталы. Там начало прямо с территории Турдовского района. Еще один мощный взрыв гремит совсем рядом. Снова пожар. Горят автомобили возле дома, где живут медики. Мина боевиков попала прямо в госпиталь. Загорелась одна машина. Это был реанимобиль медиков. И горит еще одна. Автомобили полностью сгорают буквально за час. Она была позначена нашим Христом. То есть, фактически, я думаю, не случайно прилетела в машину. И она была позначена как медичная. Утром, когда вражеские обстрелы стихают, медики осматривают пепелище. Кроме автомобилей, сгорели практически все медикаменты. Чудом никто не пострадал. Пострадал местный житель. Дом загорелся, и мужчина получил ожоги головы, руки, ног. Спасатели только на рассвете потушили все очаги возгорания. Что вы не видите, сгорела хата. Внутрь снаряд. Местные жители, говорят, давно не припомнят настолько мощных и массированных обстрелов боевиков. С тревогой люди ждут очередной неспокойной ночи. Вениамин Трубачев, Владлен Ноли и Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. Выстрелы сегодня звучали и в Мирном Николаеве. Вооружившись обрезом и гранатой, мужчина напал на полицейских. Один из патрульных получил тяжелое ранение. Как выяснилось ранее, нападавший уже привлекался к уголовной ответственности, но суд оказался лоялен к преступнику. Что ждет его на этот раз, расскажет Кирилл Ющишин. Инцидент произошел на рассвете в центре Николаева. Постояльцы отеля сначала услышали выстрелы, а потом видели убегающего мужчину в маске. Они и вызвали полицию. По прибытию силовики увидели только расстрелянный автомобиль на парковке. Впрочем, злоумышленник далеко убежать не успел. Настигли его в сквере неподалеку. Завидев патрульных, он открыл огонь из обреза и ранил водителя полицейской машины. Обезвредил стрелка второй экипаж, приехавший следом. Патрульным пришлось открыть ответный огонь. Наказали ему выйти с поднятыми руками. Но в ответ почули пострел. И в них полетел предмет, схожий на гранату. Граната Ф-1 не взорвалась. Ее позже изъяли эксперты. Обоих раненых забрала скорая. У стрелка легкое ранение голени. А вот патрульный в реанимации потерял около литра крови. Пуля 12-го калибра. Огнестрельный жекан так называемый. Это огромного калибра пуля, которая прошла в области тазобедренного сустава слева. И остановилась, перейдя на другую сторону тела. Ранение очень опасное. Ранение сопровождающееся массивным кровотечением. Экспертиза показала, нападавший находился под действием наркотиков. К тому же оказался рецидивистом. В полиции сообщили, ранее мужчина уже привлекался за хранение наркотиков. Да и сейчас он должен быть под домашним арестом. Его обвиняют сразу по трём статьям. Заскояние злочиня в сфере незаконного обога наркотических засобов и зброя также причине тачки телесных ушкоджений. К слову, год назад суд изменил для сегодняшнего стрелка меру пресечения содержания под стражей на домашний арест. Причину такой лояльности к рецидивисту выяснить у судей, который принимал это решение, не удалось. Его не оказалось на работе. Нападавшему теперь грозит пожизненный срок. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал Интер, Николаев. О разгуле преступности сегодня говорил и министр внутренних дел, и даже назвал цифры. Рост составляет 30-40%. По словам Арсена Авакова, причина это война на Востоке, бедность украинцев, а также новый подход к статистике. Нераскрытые дела теперь перестали закрывать. Знает Аваков и как с этим бороться. Нужно усилить патрулирование городских улиц, по его мнению. Для этого наберут дополнительные кадры 10 тысяч участковых и 3 тысячи патрульных. Признал министр и то, что снизилась раскрываемость правонарушений. В частности, это касается особо тяжких преступлений. Собственный спецназ появится у киевской патрульной полиции. Теперь отряды быстрого реагирования будут помогать своим коллегам в сложных ситуациях. Об этом заявила глава нацполиции Хатия Дегонаидзе на церемонии вручения сертификатов новым патрульным технической группы. Они прошли подготовку под руководством американских инструкторов. В Киеве будет около 600 человек, групп быстрого реагирования, тактические группы, так называемые, которые будут работать и помогать патрульным, а также будут задействованы на общественных мероприятиях. Ну а те полицейские, которые аттестацию не прошли, заваливают суды исками. Только в Днепропетровской области речь идет о 10 таких процессах. Но по данным активистов, судиться планируют все те, кого рекомендовали из полиции уволить. На одном из первых таких заседаний сегодня побывала Наталья Грещенко. Судья оглашают результаты аттестационной проверки истца. Это 42-летний Валерий Кузьменко, начальник Самарского райотдела полиции. В органах 20 лет. До этого возглавлял отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Во время аттестации за его увольнение проголосовали почти все члены комиссии. Теперь в течение двух недель Гузьменко должен написать рапорт. Но он не согласен. Подал иск главному управлению полиции области. Я всегда элеволюционировал. Я работал над собой. Я старался быть профессионалом в своем деле. Я считаю себя достойным продолжать в полиции. У активистов, членов аттестационной комиссии на этот счет другое мнение. Говорят, не могут разглашать услышанное во время тестирования, а потому комментируют сухо. Из того, что можно говорить, есть жалобы на этого человека. Зоя Красовская одна из тех, кто направлял полковника на полиграф. Объясняет, во время собеседования возникли сомнения в его искренности. Результатами теста на полиграфе была ошарашена. Та информация, которую он давал, должна быть предметом очень грунтового расследования. Знаки конкретных криминальных злочин, посадовых осіб полиции и, возможно, даже его. Про неправомирные действия полицейских знал он. И что он был посвящен в определенные схемы. Не прошедших период аттестации еще два десятка. Среди них почти все начальники райотделов Днепра и пять руководителей райотделов области. Члены аттестационной комиссии рассказывают первое, что бросалось в глаза. Несоответствие задекларированных доходов и шикарной жизни. 5-7 тысяч гривен зарплата, как правило, у кого-то гораздо даже меньше. При этом люди позволяют себе без стеснения даже на аттестацию приезжать на дорогих внедорожниках, на Лексусах, на Инфинити, на Ленд-Крузерах. И хотя они засыпались и на собеседованиях, и на полиграфе, теперь все как один намерены восстанавливаться в должности через суд. Активисты не исключают, получится и готовятся к долгим дежурствам в залах суда. Решение по иску начальника Самарского райотдела полиции сегодня суд так и не вынес. Посчитал нужным допросить членов аттестационной комиссии. С этого и начнут следующее заседание. Его назначили на 25 августа. Олег Грищенко, Евгений Коденцов. Подробности, телеканал Интер, Днепр. Спецоперация в Полтаве, прямо в центре города. Правоохранители задержали подозреваемых в вымогательстве. О том, как все было, рассказали очевидцы. Недалеко от Сума, группа лиц окружила машину, в которой находился мужчина. Сначала автомобиль раскачали, после чего стали резать шины. Через несколько минут на место прибыли патрульные и бойцы спецназа. Подозреваемых задержали. Один из них пытался сбежать. По словам свидетелей, были даже слышны выстрелы. Официальных комментариев правоохранители пока не дают. Лед тронулся на сегодняшнем судебном заседании по делу торнадовцев. Один из обвиняемых, это Юрий Шевченко, признал свою вину. Об этом журналистам заявил прокурор после окончания закрытого заседания Абалонского райсуда. После признания коллегия судей изменила Шевченко меру пресечения на круглосуточный домашний арест. В последних судебных заседаниях он участвует лишь в режиме видеоконференции из СИЗО в связи с переломом ноги. Напомню, что командира спецроты МВД «Торнадо» Руслана Онищенко и еще 11 бойцов обвиняют в ряде тяжких преступлений, в том числе в похищении людей, пытках и изнасиловании неестественным способом. Последние пять заседаний все время переносили, следующее назначено на 30 августа. Адвокат бойцов признание вины своим подзащитным отрицает, ссылаясь на то, что связь с Шевченко была некачественной. Шевченко, которому изменили меру пресечения, он начал давать пояснения какие-то, но смотрите, технические средства, как и раньше мы говорили, они были никакие. Оно булькало, 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 что-то такое, мы так толком не можем понять. Цитата внуваченной Шевченко, что я вызнаю свою вину, ускорение злочиней, предъявленных статьями 127, 146, 365 Криминального кодексу Украины. Это эпизоды катывания, это незаконно по избавленной воле, как я говорил, а также всеми этими действиями он перевищил службовое повноважение работника милиции. Всем было очень очевидно, если так за стороны защиту заявляют, что ее не очевидно, она может подать клопотание до суду и нададут аудио-видеоматериалы. Хочу добавить, что признавший свою вину торнадовец Шевченко попросил вооруженную охрану, он боится за свою жизнь, об этом сообщают в прокуратуре. Кому завод подешевле? Фонд госимущества объявил сегодня новую цену для Одесского припортового завода. Сколько просят за одно из самых мощных госпредприятий на этот раз? Расскажут наши корреспонденты. Фонд государственного имущества снизил цену Одесского припортового завода вдвое и объявил дату новых торгов. По заявлениям главы фонда, новый конкурс по продаже ОПЗ состоится в конце октября-начале ноября. Принято решение снизить стартовую цену объекта, чтобы увеличить количество участников и стимулировать опыта на это предприятие. Пока что рано говорить, но могу вам сказать, что может уменьшить даже половину. Наполовину значит, что ОПЗ, один из крупнейших производителей аммиака, карбамидо-азотных удобрений в мире, может уйти с молотка всего за 260 миллионов долларов. Хотя изначально эксперты заявляли, его реальная оценочная стоимость не менее миллиарда долларов. Как случилось, что одно из сильнейших госпредприятий так обесценилось? И кому это выгодно? ОПЗ пытаются продать уже не первый год. Первый конкурс по приватизации предприятия провели еще в 2009 году. Тогда победила компания Нортима из группы Приват, которая предложила за объект 5 миллиардов гривен. На то время это составило более 200 миллионов долларов. Однако позже результаты конкурса признали недействительными. А в июле нынешнего года очередной конкурс по приватизации ОПЗ вообще отменили. В фонде госимущества объяснили, мол, покупателей нет. Хотя стоимость ОПЗ уже снизилась до всего лишь 530 миллионов долларов. И предприятием интересовались американские, норвежские и польские компании. А теперь и вовсе снизили цену вдвое. Специалисты отрасли говорят, сомневаются в успешном разрешении ситуации с ОПЗ. Ведь попытки приватизации проходят под аккомпанемент серьезного скандала. НАБУ арестовала двух топ-менеджеров завода. Сергея Перелому и Николая Щурикова по подозрению в якобы растрате 205 миллионов гривен при Портового. Сейчас они под домашним арестом. Тянутся суды. А на прошлой неделе госкомпания «Укртрансгаз» внезапно прекратила поставку газа на завод. ОПЗ был вынужден аварийно остановиться. Эксперты говорят, сейчас приватизация ОПЗ экономически невыгодна Украине. Иностранных инвесторов нет, но и цену за предприятие назначили настолько низкую, что вырученная сумма не закроет дыру в госбюджете. Если не государству, то кому на самом деле выгодна такая приватизация? Все это, безусловно, на руку тем компаниям, которые уже видят себя собственниками этого ресурса. Понятно, что те суды, которые сейчас длятся, они как раз направлены на то, чтобы затянуть процесс так называемой приватизации до тех пор, пока этот актив не будет близок к банкротству, когда в правительстве разведут руками, скажут, ну что ж, не нашли иностранных инвесторов, придется все это реализовать своему. Ну, например, тому, который в 2009 году уже почти стал собственником этого завода. Речь идет о финансово-промышленной группе «Приват». Эксперты говорят, кроме одесского припортового, правительство выставило на приватизацию еще шесть облэнерго и четыре ТЭЦ, которые являются частью системы национальной безопасности Украины. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. Вы смотрите подробности. И вот, что у нас во второй части. Как пилят Закарпатье. В Ужгороде задержана свежая партия черных лесоробов. Трамповы тайны. Какие госсекреты спецслужбы уже передали кандидату в президенты США? В Закарпатской области задержали местных жителей, которые занимались незаконной вырубкой леса. Во время рейда работники лесхоза натолкнулись на участок с поваленными стволами. Их насчитали около 70. Это все, что осталось от грабов, которые являются ценными и дорогими породами деревьев. Как выяснилось, работала целая бригада из пяти человек. Один из них бывший лесничий. Здесь же на месте нашли также бензопилы и приспособления для транспортировки древесины. Браконьеры даже успели загрузить одну машину. Новая техника на дорогах и громкие обещания чиновников. Чем вызваны такие показательные выступления властей в Черновицкой области, расскажет Ольга Поломарек. Пункт пропуска Дяковцы на границе с Румынией. Реконструкция началась еще в декабре прошлого года. Средства выделил Евросоюз. Три миллиона евро. Почти за девять месяцев компания-подрядчик выполнила большую часть работ. Построила админздание, обустроили санузлы, сделали вольеры для собак и даже установили дренажную систему. Потратили около 50 миллионов гривен. Но деньги не получили до сих пор. Где деньги, спрашиваем у губернатора. В Дяковце он приехал вместе с министром инфраструктуры. Ответить что-либо вразумительное глава обладминистрации не может и пеняет на фискальную службу. Видимо не все так просто было и с ремонтом международной трассы Домановой Тереблечи. Чтобы уложить асфальт, технику согнали чуть ли не со всей области, рассказывает местные жители. И советует министру проехать по другой дороге, через село. Чтоб по ямам ехал, чтоб сломал ноги. Конечно, а как же? Также показательно возят министра по международному аэропорту. Вот только статус международный вовсе не оправдан. Не так давно здесь запустили один единственный рейс Черновцы-Киев. Сейчас администрация только работает на 80%. Премии это вообще. Я тут работаю 14 лет. В целом не знаем, что такое принимание. Министр внимательно слушает и дает свои указания. Дуже суммно. Это незавершенный объект единства. Какие с 2008 года, какие с 2010 года, какие с 2012 года. Я считаю, что это абсолютно нехлюзгий ставление до государственных денег. И мы должны максимально быстро это исправить. Изменят ли местные чиновники безответственное отношение к государственным деньгам? Вопрос. Ольга Паломарюк, Игорь Рико. Подробности телеканал Интер Черновицкая область. Самая большая за всю историю Украины команда будет представлена на параолимпиаде в этом году. 155 спортсменов через 19 дней отправятся в Рио-де-Жанейро. В шестой раз наша сборная будет представлять Украину на параолимпийских играх. Украинские спортсмены всегда демонстрируют лучшие результаты. Две последние олимпиады подряд четвертое место. В этом году за золотую медаль государство обещает 40 тысяч долларов. За серебро почти 26 и за бронзу 18 тысяч. У всех хорошее настроение, положительный настрой. И все едут в Рио за победой. Сбоку тренировочного процесса все было, как бы, нареканий нет. Что касается Олимпийских игр, то подготовка каждого спортсмена была на высшем уровне. Так уверяет министр молодежи и спорта Игорь Жданов. Все вознаграждения, а это 125, 85 и 55 тысяч долларов за первое, второе, третье место будут, по его словам, выплачены в обязательном порядке. Это страна, которая вкладывается для того, чтобы выховывать класса Вильняев, Радьевилов, любого члена национально-олимпийской команды. Каждый государство вкладывает примерно за все его жизнь 10 миллионов гривен. То есть это один такой финансовый аспект. Это родительство. Но мы можем дать то, что можно. Мы обеспечили в финансовом плане все. Напомню, за два месяца до отъезда в Бразилию, олимпийский чемпион в упражнениях на параллельных брусьях Олег Верняев рассказал подробностям о том, что если в Украине не будет достаточного финансирования, то оставаться в стране для него не имеет смысла. Научиться жить заново. Две сотни детей из прифронтовой зоны Донбасса проходят реабилитацию под Киевом. Камкам помогают забыть кошмар этой войны, расскажут наши корреспонденты. Что такое обстрелы, жизнь в подвалах, страх и голод? Эти ребята в свои 7, 10, 13 лет знают не из учебников. Каждый испытал на себе. Стреляют слышно, рядом. У нас как раз квартира на четвертом этаже и через перелетает. Я очень часто плакала. И многие так. И очень было так больно, что там осталась семья. А потом постепенно, постепенно уже привыкала к этому. Забыть о ужасах войны ребятам помогают под Киевом. Уже третий год здесь, посреди леса, работает детский лагерь и лесная застава. Его организовали волонтеры. И теперь каждые 2-3 недели, зимой и летом, сюда везут детей из серой зоны. Отлечат пережитого. Стараются с помощью трудотерапии и психологических игр. Давай, давай, кошка, догоняй. Активнее шевелите. А еще применяют ипотерапию. С доверхом, говорят волонтеры, помогают ребятам раскрепоститься. За 2 минуты, за 5 минут, пока мы занимаемся с ребенком, мы садим его. Он весь вот такой вот скованный, сжатый. Мы проделываем комплекс упражнений. И в конце занятия уже ребенок слазит. Ну, блин, классно, круто, мне понравилось. Сейчас реабилитацию здесь проходят почти две сотни детей. Но уже завтра ребята поедут домой на носу начала учебного года. Сегодня их навестил лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. Привез подарки, в том числе и все необходимое для школы. Впрочем, для многих из этих детей учебный год может так и не начаться. Из-за постоянных обстрелов, говорит политик. Задача политиков сделать так, чтобы наконец-то остановить это противостояние, остановить войну. И наша фракция для этого делает все возможное. Мы полностью поддерживаем минские соглашения. Считаем, что это единственный вариант достижения мира. Это дипломатический, остановка обстрелов, разведение войск, проведение выборов и возврат этих территорий и людей в нашу страну. А пока в лесной заставе на месяц объявили перерыв. До приезда следующей смены волонтеры планируют отремонтировать корпуса и решить вопрос с отоплением. Надеются, что к этому времени на территории лагеря заработает и часовня. Елена Митясова, Алексей Шматов, подробности, телеканал Интер. Оснований для отмены экономических санкций против России нет. Такое заявление сделала сегодня канцлер Германии в интервью немецким журналистам. Она подчеркнула, что решение пересмотрят только после выполнения минских договоренностей. Тем временем немецкие политики предлагают запретить ношение паранжи или бурки частично. Где будет можно, а где нельзя, расскажет Татьяна Лагунова. Запретить, но и разрешить одновременно компромисс найден. Немецкие политики предлагают ввести частичный запрет на ношение паранжи в Германии. В госучреждениях, школах и вузах, транспорте и прочих общественных местах нельзя. Просто на улице можно. Запрет Лайт, как его уже окрестили в Германии, результат переговоров федерального и земельных министров внутренних дел от блока ХДС ХСС. Сегодня они собирались в Берлине, чтобы обсудить, как обеспечить безопасность в стране. И успешнее интегрировать в общество новых жителей Германии. Предложение озвучил главный силовик страны Томас де Мизьер. Мы предлагаем запретить ношение паранжи в школах, вузах и детских садах. Это касается как учителей, так и учащихся. В суде судьям, народным заседателям и свидетелям. На демонстрациях, в любых службах и органах, где необходима идентификация. Еще одно предложение министров рассмотреть возможность отмены двойного гражданства. В ближайшие несколько лет экспертам поручено изучить и выяснить, не мешает ли наличие сразу двух паспортов интеграции иммигрантов. Пока же политики предлагают лишать гражданства Германии тех обладателей двух корочек, которые воюют в рядах террористических организаций. Если у такого человека два гражданства, он должен потерять немецкое. Тот, кто воюет против нас, не может оставаться гражданином Германии. Когда эти нововведения вступят в силу и вступят ли вообще, большой вопрос. Их должны еще одобрить партнеры христианских демократов по правящей коалиции, эсдеки. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Дональд Трамп принял отставку одного из своих ближайших советников, Пола Манафорта. Политтехнолог с самого начала гонки возглавлял избирательный штаб. Трамп рассыпался в комплиментах, поскольку, по его словам, Манафорт много сделал для его компании. Но причину ухода советника из команды пока не называют. Тем временем спецслужбы США начали предоставлять обоим кандидатам в президенты США доступ к гостайнам. Что уже сообщили Трампу и почему многие против того, чтобы с миллиардером делились совершенно секретными данными. Мой коллега Дмитрий Анопченко в Вашингтоне выяснял все детали. Это не предусмотрено законом, но традиции куда сильнее. За три месяца до выборов спецслужбы начинают знакомить кандидатов в президенты с государственными секретами. Чтобы тот из них, кто будет избран, уже сразу понимал, с какими угрозами ему придется иметь дело и какие проблемы доведется решать. Движение перекрыто, много охраны, еще больше журналистов. Это в офисе ФБР ждут кандидатов в президенты на первый инструктаж. Повышенные меры безопасности. Колонна машин с мигалками заезжает в гараж здания. И вот он, Трамп, собственной персоной. Разведбрифинг для него длился более двух часов. На следующей неделе сюда же планируют пригласить Хилари Клинтон. Вот только если во время прошлых избирательных кампаний это событие ни у кого не вызывало интереса, то сейчас целая дискуссия разгорелась. А можно ли Трампу доверять государственные секреты? В том же Конгрессе возмущены, мол, Трамп или все выболтает, или русским выдаст, или в лучшем случае использует все тайны для укрепления собственной бизнес-империи. Лидер демократов в Сенате Гарри Рид даже на полном серьезе предложил, раз уж спецслужбы должны инструктировать обоих претендентов, так пусть выдумают что-то для Трампа. Мол, этому человеку говорить правду просто опасно. Хотя и республиканцы не молчат. А как доверять теперь секреты Хилари, которая даже, будучи госсекретарем, обо всем писала в личной почте? Хоть об этом и не говорят публично, но в самих спецслужбах тоже споры. А что можно и чего нельзя теперь говорить кандидатам в президенты и особенно Трампу. Недолюбливают его не только ФБР, но и общественники, которые недавно очень жестко подшутили. В центре Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Кливленда, Сан-Франциско и даже Сиэтла практически одновременно установили статую голого Трампа. Среди горожан и туристов это вызвало ажиотаж. Каждый хотел сфотографироваться. Авторы идеи говорят, не могли равнодушно смотреть, как легковерные американцы доверились Трампу. Вот и решили показать, что король-то голый. Впрочем, не щадят и Хилари Клинтон. Телеканал Fox News, открыто сочувствующий республиканцам, опубликовал якобы выдержки из ее истории болезни. И сделал вывод, Хилари настолько больна, что не может быть президентом. Журналисты пишут, у политика осложнение после сотрясения мозга. В 2012 году провалы в памяти, неконтролируемые судороги и затемнение сознания. Лично врач самой миссис Клинтон это опровергает. Мол, у ее пациентки отличное здоровье, которое позволяет быть президентом. Но уже сейчас понятно, тему болезни, мнимой или настоящей, республиканцы будут теперь использовать. И очень широко. Так что скандал только начинается. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Сколько стоит самый дорогой в мире особняк и как проводит свой последний президентский отпуск Барак Обама? Об этом и не только в нашем обзоре. Для самого дорогого поместья в мире ищут нового хозяина. Во Франции на продажу выставлены вилла Кедры, бывшая собственность короля Бельгии Леопольда II. Сейчас роскошный особняк во французской ривьере принадлежит создателям ликера Гран-Баринье. Резиденции почти 150 лет. За 10 спален, зал для приема гостей, 50-метровый бассейн и ботанический сад с теплицами просят 1 миллиард евро. Грабители на железной дороге. В Бельгии между городами Булатан и Турне пришлось приостановить движение. На этом участке ночью похитили электрокабель. С аварийного участка пассажирам на автобусах отправляли на ближайшую станцию. Это уже десятый подобный случай за месяц. В этом месте воры орудуют регулярно. Поймать их пока не удалось. Хотя полицейские и участили проверки. Последний президентский отпуск. Барак Обама отдыхает за игрой в гольф со знаменитостями на острове Мартас-Виньярд. Это излюбленное место нескольких поколений американских президентов. Нынешний хозяин Белого дома уже успел пройти несколько лунок со знаменитыми американскими баскетболистами. В последний раз журналисты видели Обаму за игрой в гольф с комиком Ларри Дэвидом. Первая леди в это время вместе с дочерьми гуляют и отдыхают в кафе. Откупная благотворительность. 11 тысяч долларов пообещал внести в благотворительный фонд американский пловец Джимми Фэгген. Его обвиняют в ложном сообщении об ограблении на автозаправке. Лишь после того, как деньги поступят на счет фонда, спортсмен сможет покинуть Бразилию. Четверо пловцов американской олимпийской сборной заявили об ограблении в ночь на 14 августа в Рио-де-Жанейро. Следствие установило, что спортсмены солгали. Сами устроили пьяный дебош на автозаправке. Стамбул в дыму. Загорелась одна из высоток в бизнес-центре. Из 10-этажного здания людей эвакуировали оперативно. Никто не пострадал. Черные клубы дыма были видны за несколько кварталов. Пожарные тушили здание несколько часов. Причину возгорания пока не установили. 16-метровая уточка для ванной отвлекла внимание зрителей фестиваля парусников в США. Арт-объект скульптора из Голландии Флорентина Хопмана путешествует по миру. Сейчас он в гавани Дулут на озере Верхнем. Как только гигантскую утку отбуксировали к центру озера, зрители тут же бросились ее фотографировать. Красавцы-парусники такого ажиотажа не вызвали. Аварийная посадка в израильском аэропорту. Рейс Тель-Авив-Киев до украинской столицы не долетел. Из-за неисправности самолет несколько часов кружил над Бен-Гурионом. Чем закончился этот полет, расскажет Сергей Ауслендер. Это рекламная съемка. Самолет Боинг-737 авиакомпании АП первого израильского лоукостера совершает посадку в Бен-Гурионе. Спустя год экипаж этого судна сажает машину в том же аэропорту, рискуя жизнью в совершенно других условиях. На взлете у лайнера, который рейсом 26-53 летел по маршруту Тель-Авив-Киев, взорвалась покрышка шасси. Неисправность обнаружили наземные службы. При осмотре взлетной полосы патруль обнаружил остатки колеса. Экипаж сразу получил команду возвращаться, а после проверки, когда было окончательно установлено, что остатки колеса принадлежат именно этому рейсу, самолет начал кружить над аэропортом, вырабатывая топливо. Пассажиры узнали о нештатной ситуации благодаря мобильному интернету. Чуть позже об этом объявил экипаж. Несколько людей на борту впали в состояние нервного шока, им понадобилась помощь. На сайте Flightradar видно, как Боинг несколько часов кружил над Израилем, пока не израсходовал топливо до предельного уровня. Наземные службы были подняты по тревоге. В аэропорт прибыли машины скорой помощи. Экипаж посадил машину ювелирно. Борт цел, люди не пострадали. Вот момент приземления. Пассажиров неудачного рейса вскоре после приземления отправили в Киев. Самолет обследует. Есть опасения, что разлетевшиеся от колеса обломки могли повредить машину. На снимке видны дефекты шасси. Происшествие это относится к разряду опасных. Сами по себе взлет или посадка с лопнувшим колесом не так уж и опасны. Самолеты способны сесть с поврежденным шасси. Но главная опасность – осколки колеса или обрывки резины на взлете могут повредить самолет. Кроме того, эти фрагменты могут разлететься и повредить другие машины. Поэтому в Бен-Гурионе есть очень четкие инструкции, что делать в такой ситуации и экипажу, и наземным службам. Подобные случаи не редкость. Буквально три дня назад в Бен-Гурионе совершил аварийную посадку самолет компании «Исраэйр», летевший из Сочи. В воздухе у него обнаружили неисправность одного из двигателей. Лайнер со 118 пассажирами на борту благополучно приземлился. Сергей Услендер. Подробности. Телеканал «Интер. Израиль». Наш сайт подробностей. Юэй. И информация там обновляется постоянно. Хороших вам новостей. До встречи в понедельник.